Мир демонстрирует нам нарастание апокалиптических событий. И когда я говорю так, я имею в виду вещи, что продолжают происходить в мире природы. Это, по сути, где происходит великий апокалипсис. Мир природы. Наводнения, землетрясения, циклоны, пожары. То, что происходит в мире природы, это беспрецедентно. Потепление на земле на самом деле достигло состояния, которое невозможно представить. На Антарктиде прямо сейчас тают огромные ледяные шапки. И нет сомнений, что в следующие два года, не дай Аллах, но в реальности в следующие два года мы будем свидетелями некоторых природных событий, которые изменят отношения людей навсегда. Сама земля, в некотором смысле, сбивает нас с толку. Люди стали в значительной степени походить на вирус. Мы буквально заражаем тело. Места, куда так называемая цивилизация дошла в последние 300-400 лет, она буквально заражает природную среду, уничтожает водные ресурсы, уничтожает атмосферу, вызывая беспорядок. Наряду с этим экстремальные испытания, под которыми мы находимся. И многие ученые пришли к выводу, и я изучал это много лет назад, когда я жил в Южной Африке, потому что ученые со всего мира собрались в Южной Африке, которую они посчитали одной из первых мест человеческой жизни. Они пришли к заключению, что мы живем в то, что они назвали шестым вымиранием. Так, если у вас есть возможность, погуглите эти вещи. Шестое вымирание. В геологии, археологии вы обнаружите, что за последние сотни тысяч лет из-за изменения климата произошли большие вымирания форм жизни. динозавры, беспозвоночные и разные, иные формы жизни, которые на самом деле вымерли. И мы верим в это по воле Аллаха Свят Он и Велик. Потому что, если бы динозавры были живы сегодня, у нас не было бы шансов. Но, по воле Аллаха, они были уничтожены. Это шестое вымирание. И ученые, которые не верят в Бога, говорят, что млекопитающие и птицы, млекопитающие и птицы более подвержены этому вымиранию. Прямо сейчас около 50% млекопитающих и птиц на земле уничтожены. Без права на воссоздание. И это шестое вымирание с изменением окружающей среды, что происходит, вызывает серьезные возмущения, серьезные изменения, которому мы являемся свидетелями. Политический мир сегодня в очень деликатном положении. Говорится, что человек в парике блондина, он держит свой палец на ядерной кнопке. И это не шуточное дело. У них много ядерного оружия. Много оружия массового поражения, по сравнению с другими странами. И не забывайте, что это была единственная страна, которая использовала его раньше. Они использовали его в Хиросиме и Нагасаки. Около 15 тысяч людей погибло сразу же. И война уже была закончена. Война к этому моменту уже была окончена. У них не было необходимости использовать бомбы. Но они сбросили ядерные бомбы на Хиросиму в Японии, а затем на Нагасаки. Таким образом, мы находимся на пороге того, как они считают и смотрят на оставшееся время в мире, что нам осталось всего несколько минут на наше существование. В политическом и военном отношении. Потому что если произойдут непредвиденные вещи, и бомба упадет в одно из мест, то последует реакция. А там и с легкостью произойдет ядерная война, последствия которой уничтожит большую часть цивилизации. Экономически мы в шаге от рецессии. Была большая рецессия в 2008 году. Будет еще одна, которая вновь нанесет удар. И последние пошлины, которые продолжают вводиться в торговой войне между США и Китаем, приведут нас к грани, к большому экономическому хаосу. И сегодня наиболее важными учреждениями во всех крупных городах являются банки. Любой город, который бы вы не посетили... Я путешествовал по многим странам. Каждый раз, когда вы посещаете большой город, посмотрите на этот город. Если он часть так называемой западной цивилизации, самыми большими строениями в них являются банки. Обычно следующими являются страхования. Запомните мои слова. Поезжайте в любой город и взгляните, и вы увидите, банкиры на самом деле решают мировую политику. И множество ваших лидеров, наших лидеров, просто сотрудники по связям с общественностью. И когда хаос постигнет экономики, это ударит по источникам. И мы, мусульмане, которые были почтены последним откровением, мы посередине этого, мы посередине этого. И мы долго думали, что это не постигнет нас. Но если мы откроем наши глаза и посмотрим в наши источники, мы поймем, что Аллах Святой и Велик сказал нам, сказал нам в суре Пророки, «Мы испытаем вас добром и злом ради искушения, и к нам вы будете возвращены». И смута – это испытание, искушение или наказание. Это похоже даже на неразбериху. И мы уверены, в какую сторону идти. Испытания, через которые вы проходите, происходят, чтобы очиститься. Потому что это исходит, и само слово используется, когда вы очищаете металлы. Как, например, золото или различные металлы. Вы делаете это огнем. Вы обжигаете их, чтобы очистить. Так? И вот так же то, через что мы проходим. Это способ очищения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...